Уже пять лет прошло с момента начала Олимпиады в Сочи. И пусть сейчас нам всячески стремятся испортить послевкусие от тех соревнований, но российские игры по зрелищности, организации и другим аспектам стали абсолютно лучшими в истории. В память о них в России даже учредили специальный праздник – День зимних видов спорта. В Тюмени в этом году его отметили в центре Алые паруса. Церемония открытия прошла вокруг костра. С одной стороны в морозный день так было теплее, с другой – участники словно образовали Олимпийское кольцо. О важности главных в истории спорта соревнований молодежи рассказали участники зимних игр – биатлонисты Луиза Носкова и Павел Лавилов. Самое приятное в этом то, что здесь участвуют сегодня именно спортсмены, которые являются спортсменами Олимпийской школы, областной школы Олимпийского резерва. И я думаю, что те ребятишки, которые отдыхают в лагере, они как раз и посмотрят на то, что происходит здесь и сделают для себя выводы определенные, положительные. Эстафеты на санях и с лопатами, зимняя рыбалка, джипинг. Этапов для каждой команды заготовили множество, но особенно юным спортсменам понравилось кататься на снегоходе и бороздить снежные трассы на специальных джипах. Зима раскрыла снежные объятья, и до весны все дремлетут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня в зверячую снежную даль, три белых коня, эх, три белых коня. Интересно было не только на улице и не только начинающим спортсменам. В одном из актовых залов устроили импровизированное стрельбище, электронные установки, лазерные винтовки и целая очередь желающих проявить себя. Причем в основном не из числа воспитанников спортшколы. Им такого развлечения хватает и на тренировках. А вот ребятам со смены в алых парусах было интересно. У кого-то даже отлично получалось. Ездили в августе под Екатеринбург на сдачу ГТО семейную. И получается, что я там попала где-то пять раз. И такая же электронная была. Я попала там тоже пять раз. Я удивилась. Но я так не стреляю. Я занимаюсь художкой, рисованием. Вот она, польза ГТО в чистом виде. Стрелять в области теперь имеют даже те дети, кто выбрал своим хобби искусство, а не спорт. К слову, и в рамках дня зимних видов в алых парусах также сдавали нормы комплекса. Забавно было наблюдать, как это делают воспитанники ОСШОР. Даже самые высокие нормативы они покоряли с запасом. И понятно почему. Чтобы сохранить интерес, даже приходилось ставить собственные задачи. Мы это каждый день делаем после тренировок в обычные дни будня. И такое упражнение, это просто так уже. Просто так это все делается. Может, какие-то для себя уже другие нормативы ставите самому себе, чтобы интересно было? Ну да, пытаюсь так больше других это все сделать. И прыгнуть, и подтягиваться, и отжиматься все больше других делать. Юные атлеты школы Носковой отдохнули от череды тренировок. Ребята из алых парусов приобщились к спорту. Все как один пропитались олимпийским духом. Прошедший в юбилейный пятый раз праздник удался, доказав, что не зря стал традиционным.